Мы не несём ответственности за ваши действия. Мы не пропагандируем употребление анаболических стероидов и других фармакологических средств, данное видео снято в ознакомительных целях. Мы против употребления анаболических стероидов, и наша цель – предупредить вас об этом. Спасибо. Все персонажи, используемые на канале, вымышлены. Блог создан исключительно в развлекательных целях. Видео снято не для просмотра на территории Российской Федерации. Любые совпадения с реальными личностями случайны. Поведение персонажей в блоге не является мнением автора, а только художественно отображает тот или иной персонаж. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы обсудим курс «Прембалан» и «Плюс гормон роста». Почему именно такой курс? Я думаю, что большинство такой связки редко встречают. Дело в том, что если сравнить «Прембаланс» с «Оксандролоном», мы увидим, что он более щадяще относится все-таки к нашим печеночным маркерам. Друзья, Valhalla Project – это уникальные добавки для спорта и жизни. Ссылка в описании видео. Каких-то выраженных побочных эффектов, кроме подавления ЛГФСГ, кроме того, что у нас получается, что дегидротестерон вообще не относительно, то есть особо не повышается на нем как-то критично. Опять же, генетическую детерминированность никто не отменял, но у большинства пациентов он просто не повышается, не коррелируется высокое повышение на «Прембалоне» дегидротестерона. Ну, там умеренное, конечно, может быть, которое вполне себе, с которым можно справиться или даже на время курса не обращать на него внимания. Вот. Такое бывает. Поэтому, что еще могу сказать? Вот так вот из головы, чтобы взять какие-то проблемы с, соответственно, увеличением, с увеличением пролактина, с увеличением эстрогена, с гиперкоагуляцией, вот ничего не могу придумать, ничего в голову не приходит. Может быть, вы мне что-то напишите, соответственно, именно дифференцированный «Прембалон», какие у него побочные эффекты. Такие, чтобы вот прям вы вкололи, и, соответственно, через месяц эта проблема появилась, ее нужно было лечить. Умеренное повышение липопротеидов низкой плотности. Опять же, я не говорю, что проблем нет. Я говорю, что в отличие, если их дифференцированно сравнивать с другими анаболическими препаратами, они наиболее минимально выражены, что позволяет нам достаточно сильно, при желании увеличивать дозировки, ну, там, да, если человек, соответственно, хочет быть бодибилдером, ну, там, отчасти, да, вот. Опять же, большим он вас не сделает, но таким подтянутым, подсушенным вполне. Девочкам очень хорошо подходит для набора мышечной массы. Вот. Опять же, гормон роста, вспоминаем, повышение сахара, поэтому, на мой взгляд, большинству людей, у которых уже отчасти есть инсулинорезистентность, необходимо гипогликолитическое употребление гипогликолитических средств. Вот. Опять же, о каких пока не буду говорить. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Отдельные выпуски планирую сделать по гипогликолитическим средствам, потому что есть, которые практически вызовут у вас диабет. Вспомните тот же Аземпик. Вот. То есть, очень осторожно нужно использовать Аземпик. С гипогликолитическими средствами та же история, что и с астероидами они все одинаково полезны, все обладают разными свойствами и так далее. Поэтому эту тему мы пока оставим. Но это крайне желательно сделать. Опять же, скоро появится информация, как. Или контроль сахара путем диеты жесткой, тоже вариант. Практически там урезать себе углеводы до минимума, там делать только один дневной прием углеводов и все. Тоже вариант. Гормон роста употребляется до 5 единиц, не более. То есть, только физиологические дозировки. В зависимости от физиологического уровня, который у вас уже есть. И ФР1 тоже учит. Вот. Значит, и я сделал заголовок, что это наиболее безопасный путь. Это действительно наиболее безопасно, если мы проздали все анализы, там убедились, что у вас нет каких-то выраженных онкологических происшествий. Мы, соответственно, сдали анализы, что вам не нужна помощь вот сейчас в лечении выраженной гиперхолестериномии, артеросклероза, других заболеваний, хоть вплоть до онкологии, да. То мы можем говорить о том, что да, вам может быть показан такой курс и длительно, и на нем вы не будете тратить много времени и денег, точнее денег, на сдачу анализов. Но сам курс получится дороже, чем, нежели вы бы взяли обычный тестостерон и его бы прокалывали в минималках. Вот. Но, на мой взгляд, прямобаллон, он даже вот меньше проблем делает, чем классический тестостерон. Но и результат поменьше с другой стороны. С другой стороны, есть возможность прибавлять. Тут как бы уже будет зависеть немножко вот эта корреляция генетической детерминированности. Вот. Но для тех людей, для кого безопасность прежде всего, вот вам, пожалуйста, самый безопасный курс. Пару единиц гормона роста и пару кубиков прямобаллона. С вами был Кратцев Сергей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok